Если я оскорбительно относился сам к старшим прошлым, то тогда, хоть и кажется, что родители тебя гнобят, на самом деле ты просто неправильно с ними себя ведёшь. Если ты неправильно оскорбительно раньше в прошлом относился к старшим, то старшие будут относиться к тебе нормально. Но ты в этой жизни, будучи младшим, опять начинаешь оскорбительно относиться к старшим. Ты повторяешь свою ошибку, но уже это усугубляется ситуация, потому что кажется, что они себя плохо ведут. Надо просто изменить своё поведение и всё. Но так или иначе, даже бывает, человек меняет своё поведение, а старшие плохо себя ведут. Это значит, что ты как старший в прошлом себя плохо вёл. Тут уже просто так изменением поведения не отделаешься, потому что это более тяжёлая карма. Ты мучил своих детей до последнего, значит, тебя тоже до последнего будут мучить. Просто в этом случае нужно уже отодвигаться как-то от своей судьбы, молиться, прощать родителям, понимать, что вот такая доля тебе перепала, ничего не сделаешь, у каждого своя доля в этом мире. Что значит принять характер старших? Нужно попытаться понять, что их побуждает так себя вести. Какая-то есть побуждающая сила. И надо разобраться в этой силе и как бы сделать правильные выводы. Ну, допустим, мать слишком строго, строго себя ведёт. Это неправильное поведение, когда мать очень жёсткий стиль выводит. Нет, так, вот так вот себя веди. Как бы это правильное поведение или нет? Неправильное поведение. Но ошибаться могут все. Ты что, прямо идеально, если ты осуждаешь свою мать? Она ошибается. А ты прямо не ошибаешься. Никогда. Хорошо, у неё неправильное поведение. Чем оно диктуется? Почему мать так? Ни туда не делает, а ты нигде, а ты нигде, а ты нигде? Почему она так себя ведёт? Да, потому что она боится за твою жизнь. Но это же хорошо, что она вот так тебя любит. Она тебя любит и боится за твою жизнь. Поэтому, так как причина глубокая, это любовь. Вот это поведение. Поэтому можно просто ей простить. Она неправильно себя ведёт, это факт. Но причина — любовь. Иногда мужчина, допустим, девушку любит, и он ради любви начинает такие выкрутасы делать, и то, и всё, и смешным становится. То есть над ним все угорают, он себя ведёт непонятно как. Ей приятно. Она тоже смеётся над ним, но ей приятно, что он ради неё так себя ведёт с собой. Ей приятно, она смеётся над ним. Точно так же родители ради нас делают глупости. Они ведут себя глупо, начинают там, туда не ходи, сюда не ходи, это не делай. Мама мне звонит, говорит, Олег, опять в Киев? Я говорю, да. Ну там же война. Я говорю, мама, в Киеве нет войны. Война в Донецке. А в Киеве все меня любят. Никакой войны. Она говорит, ну всё равно, будь осторожен. Ну то есть это просто, вот она любит, и поэтому она так себя ведёт. Это нормально. Конечно, это ненормально, что сильно беспокоится человек постоянно. Это ненормально. Лучше просто молиться. Беспокойство означает слабость в сердце человека. Но неважно, как бы, у меня тоже есть куча своих слабостей. Не надо людей близких за их слабости осуждать. Лучше подумай о своих слабостях. Тебя за своих хватает. Вот это как бы то, о чём мы должны думать. Но слабости близких людей всегда приносят страдания. Если мама беспокоится, постоянно звонит, это мне вызывает страдания в сердце. Мне тяжело от этого становится. Но такова моя доля. Значит, я что-то сам в прошлом так делал по отношению к своим детям, что мне от этого стало тяжело. И так далее. Ну, то есть, как мы должны в отношениях с родителями? Первым, мы должны принять характер старших по двум причинам. Во-первых, если ты этого не сделаешь, то ты сам пострадаешь потом в жизни. А во-вторых, иначе вообще никаких отношений со старшими не будет. Потому что воспитывать старших невозможно. Никогда ты не сможешь воспитывать своих родителей. Родители могут только сами понять, что они неправы по отношению к тебе, если ты помогаешь им понять. А помочь можно только смиренно, будучи смиренным. Только так можно помочь, иначе никогда ты им не поможешь. Потому что им очень обидно, что ты пытаешься их учить. Родители настолько обидно становятся, они тебя вырастили, вложили все из тебя силы. Вот представьте, вот ускоренный процесс такой. Цыпленок, цыпленка вынашивают, вынашивают, вынашивают. Курочка, да? Он такой быстро-быстро-быстро раз вырастает, и пинка ей. Или такой крутой вид перед ней, такой, ка-ка-ка на нее. Да она только вот его вырастила, как бы он вообще был ноль. Ну, если ускорить, многократное ускорение съемок, как знаете, сейчас есть такие, ускоряющие камеры, долго камера стоит в одном месте, и все быстро потом. Если быстро так сделать, вас мама вот только родила, только вырастила, вы как бы еще были ребенком, такие беспомощные. Раз она вон сидит, и все нормально так. И потом раз, ускоренная съемка, так быстро-быстро-быстро-быстро, оп, вы такой большой, мама, все не мешает. Нормально это, нет? Да это... Все, не мешает. Это нормально? Или нет? Я был совсем беспомощный, я нуждался в защите. Как в этом фильме «Бриллиантовая рука», да? Мальчик там спасал этого, он шел по этому, шел-шел за мальчиком такой, божественно, потом шел вон, понял, что это брод. Классика жанра. Ну то есть, то же самое с мамой. Мама там тебе сисю давала, потом раз, мама, не мешай. Чувствуете, как Бог к этому отнесется? У Бога какая реакция будет? Как вы думаете? Вот я тебе устрою, не мешай маме. Ну то есть, раз ты не ценишь защиту, вот эту, которую тебе в детстве дали, раз ты не уважаешь человека, который отдал тебе свои бессонные ночи, там свою жизнь отдал, раз ты не уважаешь, значит, получи по башке. Сто процентов. Ну сто процентов. Потому что человек не может понять, что у меня любви в семье нет, что у меня как-то нету вот счастья. А счастье передается от матери. Это энергия материнская, счастье от матери. Вообще это идет от Богородицы, вот это счастье. Вообще, если там уж брать, вот чисто божественную эту энергию, потому что есть Мать Бога также. Энергия Матери Бога есть. И она передается оттуда. Не то, что в матери, у самой вся эта сила есть. Это от Бога все идет. Если мы мать не уважаем, в самом высшем аспекте, в низшем аспекте, во всех аспектах, не уважаем мать, значит тогда никакой любви. Потому что любовь идет через женскую природу, изначальную, материнскую женскую природу, которую мы должны уважать. Все. Точно так же есть отец, отцовская энергия, это Бог, отец. Тоже, если мы отца не уважаем, значит не будет развития у человека, он не будет иметь хорошее социальное положение. Допустим, женщина отца не уважает, у нее не будет муж серьезное положение занимать, он будет слабеньким человеком. Потому что вот насколько ты отца уважаешь, настолько у тебя серьезный муж будет. Такая система. Но ничего не поздно поменять, не уважение означает незнание, если вы все поняли, начните божественное в отце уважать. Как уважать божественного в отце? Вспоминайте, что он хорошего для вас делал, и это считайте главным в нем. А все, что он делал плохого, считайте своей судьбой. Все. Разделите эти две вещи, и постепенно вот этот чистый образ отца останется в сердце, и Бог вам даст свою милость. Он вам даст чистый образ мужа так же, и сына. И все, и будет все хорошо в жизни, наладится. Субтитры подогнал «Симон»